Химия и физика детям могут быть очень интересны, а все благодаря фокусам и экспериментам, уверены организаторы шоу сумасшедшего профессора Николя. В нашем городе любовь к науке детям прививают его ученики, среди которых Кристина Саноксырова. В 2005 году девушка окончила театральную школу в Кисловодске, в столицу Сибири переехала полтора года назад. Фокусы освоила быстро, признается, у самой в школе по физике и химии были твердые четверки, но сейчас эти предметы запросто сдала бы на отлично. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях ведущая научно-развлекательного шоу сумасшедшего профессора Николя, Кристина Саноксырова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня, я так понимаю, будем ставить опыты. Опыты не простые, а химические, правильно? Так, точно. С чего начнем? Хотелось бы в первую очередь начать с самого эффектного, самого интересного для детей, конечно же, эксперимента. Это сухой лед. Вообще рассказать немножечко, что это такое, как это происходит. Это вот эти вот кубики, да? Трогать руками нельзя. Да, абсолютно верно. Ремерзнешь. А ты лезни языком. Вот, это знаете, как в фильмах, да, и качельки, все, и так целый день будем с кусочком ходить. И мы продолжаем, а теперь лезть. Абсолютно верно. Сейчас объясню, почему, потому что дело в том, что температура нашего сухого льда минус 79 градусов, да. Вот, поэтому примерно так, минус 70, минус 80. И поэтому ручками мы не трогаем, а трогаем мы это с помощью специальных перчаток, очень-очень толстых, которые не пропускают холод, да. Да. И далее. Все прекрасно знают, что лед можно сделать из воды, а можно ли его сделать из газа. И вот в этот момент мы ребятам показываем вот этот вот самый сухой лед. То, что на самом деле из газа можно сделать лед. Это газ, это самый настоящий углекислый газ с помощью специального оборудования под таким вот давлением сильным-сильным прижат, и вот получается в итоге у нас вот такой вот сухой лед. Кстати, на самом деле, вот почему именно вот это вот шоу помогает детям изучать науку. Вот вы говорите, у вас по химии была тройка, да. Да, ничего страшного в этом нет, это бывает у всех, бывает часто. У всех были тройки здесь, все нормально. Да, у всех были тройки, наверное. У вас что было? У меня четыре, а у меня четверка. Ну вы вот видите, мы со льдом, а мы без. Знаете как, на самом деле многие дети боятся то, что в школе это вот химия, физика, это скучно. Да, да, это вот злой учитель с указкой, вот, и все боятся ее учить. Я сейчас вам покажу то, что ваша тройка это было ничто, на самом деле, если правильно подать интересно, то мы бы знали химию. Давайте, давайте уже скорее делать, что мы будем делать? Давайте, мы с вами возьмем вот такую вот специальную колбочку, сделаем сумасшедшую газировку. А что в ней, в этой колбочке, вот эта вода, горячая? Горячая, это обычная, да, вода, которую мы набрали в кране, да, она просто горячая. Дело в том, что если вот такой вот сухой лед поместить в любую жидкость, вернее, в любую колбу, да, в любую там мисочку, там, тарелочку, в которой есть горячая вода, он начнет испаряться. Возьмем вот такие вот перчатки специальные, которые я вам говорила ранее, да, которые не пропускают температуру 70 градусов. Хорошие зимние перчатки, да. Вот, наша колбочка, теперь смотрите, что мы делаем. Мы вот так вот по кусочку, по одному опускаем наш сухой лед, попадая в горячую воду. Вик-барабум. Он начинает испаряться, превращаться в самый настоящий углекислый газ. Смотрите, так как углекислый газ, он тяжелее, чем воздух, поэтому он спускается вниз. А им вообще можно дышать? Им можно дышать, он абсолютно, да, безвредный, поэтому дышите, сейчас я вам говорю. Дышите нам на здоровье. Наслаждайтесь, да, самое главное, что он поднимает настроение этот вот этот вот. Отлично, вообще, это то, что надо. Так что мы сейчас с вами будем веселые, красивые, да. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Он прям бурлит. Превращается в углекислый газ, и бурление у нас остановится, когда весь сухой лед перейдет в свою грудь. Ага, на руках. Страшно. Остаешь. Хотите попробовать мне тоже? Да, хочу. Попробовал сам, дай попробовать другому. А я-то не шучу, Артем. А, например, я лежу в ванной, могу я в горячую воду накидать себе сухого льда и как бы вместо пены весь в дыму? Ну вот знаете как, если вы сделаете, это будет, конечно, очень классный эффект, но льдики будут попадать вам на тело, и это будет небольшой дискомфорт. А вы прям не стесняйтесь, пальчиком вот так вот продавливаете его внутрь. А холод-то чувствуется? Так, получается? Мне не нравится. И все. Я же говорю, тройка по химии. Садись в три опять. Итак, давайте мы с вами кое-что сделаем далее. Многие, вообще, вот ребята говорят о том, что он вкусный, аппетитный, да, его хочется то ли понюхать, то ли попробовать. Мы сейчас с вами сделаем сумасшедшую газировку. В этот момент также, ребята, мы объясняем вообще, как делается газировка настоящая. Ну вот нам уже пора прерываться, поэтому давайте быстренько. Быстренько, давайте мы сейчас сделаем, еще один кубик сюда так вот добавляем. Закрываем. Как чайник. Да, как чайник. Вот это вот получается настоящая газировка. Мы сейчас с вами ее пробуем, смотрите. И по вкусу можно определить, что она на самом деле газированная. Да, не холодная, да? Нет, нет. Ну вот что ж, вот как раз на этом моменте, пока Артем тут пробует газировку, мы и прервемся. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Кристина Знаксырова, ведущая шоу «Сумасшедшего профессора Николя». Уж не знаю, вернемся или нет после паузы. Пробуй, пробуй. Кристина Знаксырова в шоу «Сумасшедшего профессора Николя» работает около года. До этого была ведущей праздничных мероприятий. Из познавательно-развлекательной науки у Кристины любимый эксперимент – это водородный взрыв. В свободное от работы время наша гость увлекается историей кофе. Вариациями его приготовления и обжарки главный жизненный девиз Кристины – все воспринимать с улыбкой. Мы продолжаем нашу беседу, ставим опыты вместе с ведущей шоу «Сумасшедшего профессора Николя» Кристины Знаксыровой. Итак, мы уже сделали «Сумасшедшую газировку». Что дальше у нас? Дальше мне хотелось бы показать вам очень интересный эксперимент, который называется «Сила мысли». Верите ли вы в нее или нет? Дело в том, что мы проводим разные программы для разного уровня детей. Первый – это был у нас для более маленьких, чтобы их заинтересовать. А второй – это занимательная химия и физика. Да, уже тех, кто постарше, кто хочет понять, что у нас есть изначально. Смотрите, давайте я вам задам один такой вот вопрос элементарный. Верите ли вы в силу мысли? Да, абсолютно. Да, конечно, хорошо. Теперь давайте подумаем, возможно ли с помощью силы мысли изменить что-то? Да, я могу двигать предметы, смотрите. Вообще, отлично. Тогда ваша сила мысли нам сейчас понадобится. Почему? Потому что мы сейчас вместе с вами попробуем сделать следующее. Возьмем вот эти вот две колбочки, которые у меня здесь вот уже стоят минутки три и ждут, ждут, когда их наконец-то используют. И что мы сделаем? Мы возьмем вот эти вот две жидкости, которые у нас здесь есть, да, они бесцветные. Одна немножечко мутнее, вторая вроде бы прозрачная и бесцветная. Мы их смешиваем. И вот как только я их смешаю, в этот момент мы с вами начинаем вот вообще свою силу мысли прямо вот так вот активировать. Вместе все думаем о черном. Готовы? О черном? Да, черном. Ничего лишнего, просто стань черной, стань черной. Хорошо, давай. Договорились. Три, четыре. Оранжевую муту. Поехали. Нет, черная, вот черная, поскольку у нас становится черная, черная, черная. Отлично. Вот так быстро. Это моя мысль, это была сейчас моя мысль. Оно было бы, конечно, чуть подольше, но просто вот такая сильная, я прям чувствовала, она через меня, я еще и сама не почернела. Теперь это кола, да? А что это такое, расскажите. Нет, это не кола. Дело в том, что наша жидкость сейчас, как вы видите, поменяла цвет, да? Она стала не прозрачная, бесцветная, она стала черная. За счет чего это получилось? За счет того, что мы смешали две жидкости, а в них заранее были разведены определенные вещества. И происходит интересная очень реакция, такая вот цепочка действий, да? Как формула. И последнее среди них, это есть как раз таки вот изменение цвета. Это реакция с замедлением во времени, поэтому она становится не сразу черная, а потепенно. Да, а со временем, да. Что еще будем показывать? Еще у нас есть стаканчики. Да, есть у нас еще стаканчики интересные, которые мы спрятали напоследок. Это самое интересное, это снежок. А вот скажите, кстати, как дети вообще реагируют на все это? Не подбегают там, не пытаются сами что-то сделать? Попробуют на вкусу черную жидкость. Да, смешать вот черная с газировкой и Кока-Кола получится. Мы стараемся делать так, что, конечно же, детям это очень интересно, кто пытается бежать, трогать. Но если что, мы заранее предупреждаем, что что-то трогать можно, что-то нет. За всем обязательно следим. И реакция самая невероятная. Дети кричат, дети хотят, дети радуются, смеются. И мы стараемся по возможности делать так, чтобы каждый вообще что-то сделал сам. Чтобы не просто посмотрел, а в чем-то обязательно принял участие. Давайте делать. Что мы сейчас будем еще делать? Мы сейчас с вами будем делать снег с помощью науки. Снег в октябре, я считаю, ну, нормально. В студии оранжевого утра, да. Такая предпримета, через месяц будет уже конкретно снег. Сейчас будем лепить снеговика. Давайте. Готовы, да? Что мы сейчас с вами сделаем? Давайте обратим внимание, у нас есть два стаканчика, в одном из которых у нас горячая водичка. Обычная, точно такая же, как была вот здесь в Кобочке. А во втором стаканчике у нас здесь такой вот специальный порошок. Да, который я заранее сюда насыпала. Нестиральный. Нестиральный. Я вам сейчас расскажу даже, что это такое вот за порошочек. Порошочек называется полиакрилат натрия. Вот если вы знаете, то вы понимаете, что сейчас произойдет. Если нет, то посмотрим. Полиакрилат натрия, естественно. Готовы, да? Что мы сейчас делаем? Мы сейчас водичку переливаем в стаканчик с порошком, считаем до пяти. Хорошо? Вместе со мной поможете. Хорошо. До пяти умеем. Три-четыре. Раз, два, три. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Ну вот, пошла у нас ряд. Как в детском садике. Вот так вот в морозилке у меня и образуется снег. А можно потрогать? Или тоже минус семьдесят? Нет, трогать это можно. Это наоборот, это очень приятно. Мы даже сделаем сейчас вот так вот. Он горячий снег. Уссоряйте, вы когда-нибудь видели горячий снег? Он, наверное, горячий. Ага. И прям снежинки, снежинки такие. Из него можно лепить даже что-то? Из него можно. Ну, если получится, то можно полепить. Да, но он такой... Как здорово. Посмотрите, во-первых, он не холодный, он горячий за счет того, что мы наливали горячую воду, да, вот этот порошочек. И получился он как раз-таки благодаря этому порошку. Что ж, зима в студии оранжевого утра, у меня больше всего делало то, что снег горячий. Да, вопрос, где взять такой порошок? Ну, такой порошок мы, конечно же, не можем сказать, где его можно взять, но это можно посмотреть и у нас. Можно сейчас в студии здесь потрогать, насладиться. Собой набрать. Как долго он держится вот в таком состоянии? Ну, дело в том, что он же не тает. Нет, он не тает, но влага из него испаряется. Так, это порошок, он имеет как раз-таки свойство впитывать в себя влагу, удерживать ее внутри себя. И если там оставить его буквально там, не знаю, наверное, на сутки, где-нибудь, где, да, из него испаряется воздух, и он сразу становится обычным порошочком. А если вы кинете вот эту штуку еще? Нет, ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Мы прямо сейчас. Нужно просто необходимо прерваться, чтобы мы могли тут снеговика слепить, поэтому мы уже с вами прощаемся. Спасибо большое за интересные опыты. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Кристина Снаксырова. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.